И все, привет, ребят, с вами Старвайк, если я записываю новый ролик, наконец-то выдали у нас награды, время у нас практически 9 по-моему вечера, и наконец-то есть наградочки, сегодня мы зайдем, посмотрим, что же нам выдали, пока что скин-контейнер свой я открывать не буду, но вы можете поддержать данный видос лайком, и мы совсем скоро быстренько добьем наш замечательный челлендж, ну и потом начнем открывать все эти три скин-контейнера, которые у меня уже есть, два скин-контейнера за танкофонд и один, который выдали сегодня, ну а этот видос будет посвящен фризу, затестируем нового фриза Легаси, который я, честно говоря, еще не видел, поэтому быстренько заходим, смотрим, переодеваем, и вот он, легендарный фриз Легаси, но что-то он немножко выглядит не так, как я, если честно, ожидал. Здесь у фриза должна была быть вот эта вот просветочка немножко другого цвета, здесь у нас белая она, а как раз-таки у дефолтного Легаси фриза, у старого фриза, здесь была такая голубенькая полосочка, которая символизировала о фулл прокачанном фризе, и сзади тоже была вот эта вот темка не серого цвета, а голубого. Скатаем катку, посмотрим, как себя проявит фриз, ну и заодно, можно так сказать, обкатим его с, ну, наверное, давайте уж оденем Легаси тогда уж и Викинга, хоть у нас скины стали какие-то более пиксельные, но попробуем реализовать, посмотрим, что у нас из этого всего получится, оденем, я думаю, что даже сразу с Кризисом, и сделаем первый обзорчик. Ну, а вы напишите в комментариях, как вы вообще залутали, что залутали, открыли скинконт, не открыли скинконт, что у вас по призам залетело вкусного, да, может быть, вы не забрали фриза, да, и впервые видите его, но в любом случае я, если честно, ну, доволен тем, что как минимум забрал скин и забрал скинконт, да, с такого ивентика. Понятное дело, что на все про все пришлось потратить, дай бог, каждому, но по итогу мы имеем дополнительные скины, и быть может, быть может, совсем скоро все выбьем. Вот так вот примерно выглядит этот фриз, да, нет у него дополнительных подсветок, как раз-таки голубенького цвета, которые раньше символизировали как раз-таки о фризе старом, да, я все-таки привык немножко к другому виду, но этот вид, я скажу, что все равно выглядит довольно-таки интересно, да, то есть чуть-чуть своеобразно, но в любом случае это легоси скин, это легоси скин, и уж точно тот скин, который я, честно говоря, ждал. Я ждал давным-давно еще фриза, очень много раз на стримах говорил о том, что почему не выкатывают нас фриза легоси, в чем проблема сделать этот скин, когда у нас выходили еще всякие разные другие скины, на гром, на викинг, на хорек, я все время говорил о фризе, потому что долгий период времени эта пушка была моей самой любимой, и я, честно говоря, ожидал, когда же все это дело выдадут, когда выдадут этот замечательный фриз легоси, легоси, и когда я смогу уже на нем поиграть. Осталось только лишь, чтобы фриза немножечко апнули, да, и я думаю, что это вполне реально сделать уже в ближайшем будущем, поэтому если вы также хотели бы видеть ап этой замечательной пушки, то можете тоже написать по этому поводу в комментариях, что вы ждете, чтобы эту пушечку у нас апнули. Так, ну а мы запикались на просторчик в CTF, попробуем вытянуть эту катку, у нас уже проигрывающая сторона, и нужно как-то постараться все это дело выиграть. Конечно, на такой карте выиграть не так просто, но шансы, я думаю, что у нас здесь должны быть. С викингом легоси данная комбинация, ну, выглядит довольно прикольно, я думаю, что на паладине тоже будет смотреться хорошо, но, быть может, еще этот скин будет доработан, потому что если уж в гараже он выглядит с дополнительными голубыми плашками, а здесь их нету, то это как-то, ну, как-то, как-то странно, как-то странно, что скины у нас отличаются в гараже и на самом деле. По идее, эти просветки должны быть, может, завтра там или через какое-то время этот легоси скин приобретет тот вид, который он должен иметь, а может быть, такой и останется, может быть, это его как раз-таки дополнительная и есть универсальность. Я так понял, что еще большое количество игроков не видели легоси скин, потому что у нас в катке чел пишет фрис легоси бьютифл, но ему зашел, так что неплохо. Так, Хантер меня овердрайв вжимает, но пока что нас, если честно, здесь не кисло так принимают, пока что не получается ничего сделать у нас в атаке, еще и противник, по ощущениям, сейчас может доставить второй флаг, да, и по итогу мы можем эту каточку проиграть. Также сегодня записал один очень интересный видеоролик как раз-таки с этой пушкой, не знаю, правда, когда он выйдет, но я надеюсь, что в ближайшем будущем выйдет видос как раз-таки с фризом, и там будет протестировано одно очень интересное устройство, поэтому, забегая вперед, я вам уже могу сказать, что контентик с этой пушкой в ближайшее время будет, и там есть что вам показать. Но в этом бою пока что мне показывать нечего, если честно, как-то мы не можем никак потянуть даже один флажочек, но сейчас постараемся, может быть что-то у нас получится, можно было бы резист вообще тут поменять по-хорошему, ой-ой-ой, сколько тут мин, сколько тут мин, так, пробуем раздаваться, пробуем улетать, пусть улетает наш тиммейт, мы попробуем пожить, 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 не успел, наш тиммейт увез, не увез, нету флага, а, есть, 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 есть контактик, есть контактик, страховочку, 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 быстро, 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 Аой Хантер влетает просто на кризисе, возвращает флаг, ну а я благополучно падаю в минус. Довольно большое количество рикошетов у нас против, можно взять резист от Рика, взять резист от Рика и больше наверное резиста менять не буду, так как там у них особо больше таких бесячих пушек нету, а резист от Грома и Скорпиона пусть у меня будет. Попробуем еще раз зайти через туннель, даже с тем раскладом что у них там были мины, все равно попробуем реализовать. Комбинацию нашу, может быть сейчас получится что-то интересное показать, так рикошетик уже меня встречает, минку ему лепим, так и пробуем, 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 надо мажить, отлично, есть контактичек, но дальше не потянул я. Рез можно было взять еще от Теслы, да, Теслу там много довольно таки против, но ладно, это уже другая темка, пробовать надо выигрывать как-то, как-то пробовать выигрывать, противник уже больше дефает. Ну а мы пока просто пытаемся накинуть дополнительный урончик, дополнительный урончик. Я бы конечно если честно Фрезу бы сделал еще больше урона, чтобы он мог побыстрее избривать оппонента и тогда быть может эту пушку бы в матчмейкинге использовали бы намного-намного чаще, она была бы намного актуальней. Да, все-таки на сегодняшний момент времени я бы сказал бы, что есть еще, есть такие вопросики, когда с таким балансом ты берешь Фреза и ты просто не успеваешь переиграть оппонента, либо тебя растягивают на дистанцию, либо тебе просто не хватает урона накинуть, да, и по итогу тебя просто переигрывают. Но это если бы у Фреза было бы чуть больше урона бы, ну даже на каких-то наверное процентов 20, это бы уже меняло бы кардинально ситуацию и можно было бы намного больше моментов на карте выигрывать с таким Фрезом. Но пока что такой возможности у нас к сожалению нету, быть может как раз таки с этим Фрезом в Легасе Фреза в ближайшем будущем апнут и он станет показывать куда более хорошие результаты и в целом будет очень круто демонстрировать себя в боях. Так, у нас остается 4 минутки до конца, доиграем уже эту катку до конца, я уже понимаю, что скорее всего нам не удастся ее выиграть, но попытаемся еще, пару-тройку заходов сделаем как минимум, у нас команда как-то особо уже не едет в атаку, еще одного оппонента переиграли за счет как раз таки кризиса. Нам бы хоть пару танчиков, которые бы в атаку бы залетали, были бы я думаю, что шансы неплохие на УОЗ, 3 чела играют через туннель у противника, так, у них вообще в принципе база-то вся пустая, и так аккуратненько залететь и не умереть. Ага, все, понял, тут уже все в минах, я понял, 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 налепили ребяточки уже здесь миночек, 95% овердрайва, попробуем сейчас реализовать оверку, смотрим, что у нас из этого получится. Может быть залетит какой-нибудь контентик, может быть будет что-то у нас тут хорошее. По моим расчетам уже получается через пару дней у нас должно быть эти открытия скин-контейнеру, поэтому давайте постараемся на этом видосе какую-то писяточку приподнять, дабы я как можно быстрее добил звезды, до 3000 получил скин страйкера ультра, и тогда уже мог открывать свои замечательные скин-контейнеры. В рамках одного видоса целую трошечку мы вместе с вами сможем открыть. Так, доставка будет или не будет? А, у нас вернули, бог ты мой, как-как там вернуть-то могли, боже, так тип жестко увозил, и так у него вернули флаг, непонятно. Опа, раздачка овердрайва, пробуем, пробуем, залетаем, но без шансов, без шансов принимает нас противник. Даже раздаваться нету никакого смысла, потому что здесь просто плотная приемочка идет от противника, и нас просто-напросто рискуют. Пробуем залететь здесь через лево, может быть будет шансик, вжимаем овердрайв сразу, сразу овердрайв, можно было тут, конечно, и паладина попробовать. Взять! Ух, хорошо. Ох, не успел добить, к сожалению. Подобрать-то я подобрал, но добить не успел, и противник у нас делает уже третью доставку за две минуты до конца. Ну, вот так вот печально складывается у нас этот бой. Кризис, конечно, не идеально подходит для нашего замечательного викинга Фризан, но более как-то, не знаю, эффектно что ли выглядит в матчмейкинге. Поэтому я уже решил ничего не менять и оставить такую раскладку в виде скинов. Так, минута сорок до конца боя. Попробуем сейчас еще через лево зайти. Овердрайва у меня, скорее всего, уже не будет. Хотя, быть может, получится еще что-то тушануть. Что-нибудь тушануть через лево. Дать джазику какого-то контента. Попробую еще... О, еще у нас все, четвертая доставка. Джижишка какая-то полная. Полная джижишка у нас по бою получается. Но скины все равно сочные. Надо же чему-то хотя бы радоваться, даже если мы проигрываем катку. Ничего же страшного не происходит. Мы всего лишь проиграем какой-то матчмейкинговый бой. Зато на каких сочных скинах? На каких сочных скинах все это дело происходит? На новом фризе Легаси. Очень сильно надеюсь на то, что его бустанут. И эта мета с фризом вернется. И тогда можно будет прям очень дико разваливать на Вика фризе. Как в старые добрые времена. Это было, конечно, супер легендарная темка. Кто играл на этих сочетаниях, тот явно знает эти эмоции. Когда можно было жестко тушить на фризе. Так, ну и все. 25 секунд до конца. Пробуем забрить еще пару танков. По ощущениям вот этого еще... Ах, не успел чуть забрать. 28 киллов. Ничего себе. На такой карте даже еще и практически 30 киллов удалось дать за бой. Неплохой результат. Жалко, конечно, что здесь не увезли ничего. Если бы еще дополнительно что-нибудь привезли, было бы, конечно, супер круто. Но как-то вот так вот получилось. Пишите, что вы думаете по поводу скинов. Обязательно поддержите данный видос лайком. Если ждете открытия вот этих вот замечательных скин-кантов, я бы с удовольствием открыл бы их на этом видосе. Но если мне сейчас упадет просто страйкер, я буду в таком тилте. Вы себе просто представить не можете, насколько мне будет печально и грустно. Поэтому лучше, лучше мы наберем 150-очку. Я добью этот замечательный челлендж. И тогда мы вместе с вами благополучно сумеем открыть и скин-контейнеры. И еще в одном из видосов ближайших, я надеюсь, что мы откроем и ультра-контейнеры. Потому что здесь есть тоже шанс выбить дополнительные скины. Понятное дело, что у меня там 115-контов, не так много. Но в любом случае шансы есть. Пишите, что вы думаете по поводу этого фреза. Как вам этот скин? Ну и пишите, что вам выпало со скин-контейнера. И, возможно, с обычных контов, сколько выбили легендарных свечений. Я, если честно, даже не заметил разницы, сколько мне там контов прибавило. Спасибо всем огромное. Поддержите, как я уже сказал, видос лайком. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы мне пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте, кемо личный тег, это тег тимп. Установите его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.